Серёна Штилская, 38, корпус 1. Но я уже не буду повторяться, что нас прессуют. Да, не против. Примок в смысле слова. У меня только за 3-4 дня накопилось всё. За, в основном, на вальсе. Но дело в том, что эти три дома кирпичные, добротные дома. 4 года назад у нас был капремонт. Это газовое топление. Буквально всё было. Клодоок. Дом находится в очень хорошем месте. Это из-за зоны близок, метро 5 минут. И вся инфраструктура рядом. У нас в доме даже бомба убежища есть. Я бы, наверное, не пришла сегодня сюда, если уже действительно дошёл до того, что вчера, как позавчера, ко мне, то, что нас забирает в каждые собрания, там базары. Мы не ходим уже туда. Мобильная агитация идёт и так далее. Но позавчера ко мне постучали в дверь, спросили. Евгения Николаевна, надо вопрос сформулировать. Вот я вам говорю. Постучали в дверь. Спросили моё имя, говорю, да, вы, это зоны, зоны собственницы, пожалуйста, подпишите, что вы за реновацию. В нашем доме, да, подходит в основном к жилым нам. Потому что мы прожили там всю жизнь. 70% преклонного возраста. Мне предложили 3000 рублей за пользу. Подделка, реновация подделки. Это была девушка молодая, иноязычного происхождения. Когда я спросила, а вы кто? Вы живёте в нашем доме? Да, я живу. Я говорю, за 15 лет что в этом доме живу. Я в 8 раза не видела. Меня попросила моя хозяйка, у которой я снимаю квартиру. Я попыталась задержать, но она побежала. Хозяйка попросила? Да. Она была в 4 квартирах в нашем подъезде. У людей именно преклонного возраста. Всё, спасибо. То есть, какой-то человек платит деньги за то, чтобы дом попал в реновацию. Понятно. Давайте вы, Евгения Николаевна, давайте мы... Наши дома будут снесены на реновацию. Уважаемая Евгения Николаевна, мой ответ каждый раз на все вопросы, которые мы сегодня обсуждаем, ужасно просят. Как вы решите, так и поступим. Если вы решите включить дом в реновацию, он в реновации будет. Если решите нет, его там не будет. Пожалуйста.